всем привет от оксана из алабамы зацените в общем я показывала в одном из роликов когда я продала дом что я купила себе новые серьги я заказала онлайн то есть мне показался дизайн оригинальным но теперь я поняла что они мне не нравятся они слишком крупные вот посмотрите то есть они мне не нравятся совсем то есть тут розочка и висюлька типа хрусталика короче кто из девочки подписчица живет в америке если вам нравятся такие украшения напишите то есть мне не нравятся они вот я не знаю то есть я думала что розочка будет поменьше в общем я не знаю кого я выберу кому отправить ну но именно для тех кто в америке что отправляет что-то за 3 9 земель я не хочу потому что нет гарантии дойдет или не дойдет сегодня я вас порадую рассказиками из своей книги не валяй дурака америка в этой книге собраны рассказы о моей жизни с сергеем и жизни других людей а также жизни с американцем потому что вы знаете я 8 лет была замужем с американцем вот я решила просветить вас вы можете не смотреть на меня а просто не знаю заниматься йогой встать в позу собаки головой вниз и слушать мой голос и так то есть раздел в этой книге мой веселый американский буфет дорогие читатели гурманы и повара хозяйки и просто любители развлечься и вкусно поесть этот раздел для вас вы наверняка знаете что в штатах нет понятия шведский стол есть слово буфет яства выставляются рядом и разбираются самими гостями посетителями причем буфете можно возвращаться к кормушке и набирать еще и еще еды за те же деньги как правило 8 11 долларов дети до трех лет могут есть бесплатно а для младших школьников есть скидки среди угощения буфете всегда имеются и холодные закуски и горячие блюда супы с салатами фрукты и хлеб мороженый пудинг желе и печенье существует такой американский ресторан буфет золотой коралл в котором мои дети приходят в восторгах подопадов карамельного и шоколадного в который можно обмакнуть свежую клубнику или зефир на палочках попробовать что-то одно или парочку блюд сказать что получил полное впечатление от шведского стола буфета обожаешь или ненавидишь целый кулинарный культурный пласт невозможно прошу к столу приятного аппетита америка с чем ее едят с чем ее едят и как как прожженный эмигрант с уверенностью заявляю америку едят руками как пиццу или картошку фри запивая колы или фанты и облизывая пальцы испачканные соусом барбекю барбекю ха что такое исконно американская еда ну прежде всего это сосиски и гамбургеры если клубом церковью или школой устраивается какое-либо мероприятие подразумевающее бесплатный обед для огромной группы людей то всем известно что там будет меню просто как трижды 5-15 сладкая газировка именуемая американцами коротко сода безалкогольный пунш и холодный чай со льдом чипсы простые иначе чипсы с жидким сыром сосиски или гамбургеры на гриле а к ним хлеб кетчуп майонез иногда картофельный и капустный салат с майонезом это стандартно привычно если не любите такую еду рекомендую заранее поесть дома перед началом мероприятия да не по-русски даже скучно звучит не так ли если вы идете в гости к американцам смотреть футбол то сабантуй обещает быть богаче американцы обожают жареные крылышки и пивасик в южных штатах предпочитаются варганить рис с красной фасолью или картошку с пресноводными раками и вареными кукурузными початками на дни рождения детей всегда будут пицца торт и мороженое правда нас приглашали и на днюхи без пиццы просто с десертом на праздники принято готовить ветчину с коричневым сахаром и запекать индейку фаршированную сухарями с луком и ананасом подавать картофельное перо с подливкой сладкие пироги тыквенный и ореховый и салаты с макаронами картофельный цезарь и другие желе или салат из клюквы и маринованная свекла также являются символами осенних и зимних пиршеств много лет назад я подала своему гостю американцу сель под шубой причем не сама кладовала на кухне а купила в атланте в русском магазине москва в ресторане гость в отличие от многих американцев не употребляющих свеклу в вареном виде смело попробовал то что я считаю праздничной едой и побежал в туалет вырвалась из него сельдь на свободу предполагаю что без шубы тот друг семьи на всю жизнь решил что русская кухня ему не понатру а жаль этот урок научил меня угощать американских гостей пловом я же выросла в узбекистане пельменями картошкой с грибами пирогами с мясом оливье но ни в коем случае не такими блюдами как икра, гречка, селедка или свекла не раз будучи приглашенным на американскую вечеринку я приносила с собой что-либо оригинальное например непривычное для хозяев и других гостей салат с помидорами огурцами и болгарским перцем или курник с пустыми руками мне идти неудобно а нести что-то покупное скучно поэтому я решила что буду всех своих американских знакомых и друзей знакомить с моей культурой я это называю спасение мира от невежества так несколько думаю что же вам это прочитать так сгущенка в Америке в 2002 году в 2002 году так у меня замыкание мы переехали из Техаса в Пенсильванию жить к родителям мужа американца как бедные родственники привезли с собой разные консервы в том числе сгущенное молоко однажды я на завтрак намазала сгущенку на хлеб и стала уплетать с кофе свекровь заявила что она не помнит чтобы разрешала мне своей снохе открыть ее банку сгущенного молока которые не едят с хлебом а кладут в тесто для выпечки мне пришлось доказать рассерженной женщине что в ее закромах все банки сгущенки целы и объяснить что русских принято есть сгущенку с салатами блинчиками и хлебом мы тогда обе поражались различиями в менталитете и обиженно поджимали губы вот так если простое лакомство может разъединить людей то что же говорить о деньгах нефти и политики гречка в Америке когда мои американские свекоры свекровь впервые увидели гречневую кашу которую я и их внук джессов с аппетитом поглощали на завтрак они поинтересовались что такое мы употребляем в пищу я конечно в словаре нашла что гречка пишется по-английски как пишется по-английски баквит удивленный свекровь и свекр отказались даже пробовать традиционный русский завтрак назвав его кормом для скота причем свекр со свекровью на завтрак ели практически одно и то же обезжиренное молоко с кукурузными рисовыми и овсяными хлопьями иногда с нарезанными фруктами и орешками они никак не хотели даже попробовать гречневую кашу для расширения своего седого кругозора а сто лет назад гречка в Америке была популярным и сейчас даже сохранились рецепты гречневых оладий некоторые готовят их и очень недурно получается берется одно яйцо три ложки сахара взбивается добавляется по 100 граммов пшеничной и гречишной муки три ложки несоленого масла и пол литра кефира взбивается все венчиком на среднем огне оладьи поджариваются на сковороде подаются с калиновым сиропом только мои свекры со свекровью такие оладьи никогда не делали они объяснили мне мол наши родители такое не готовили и мы не готовим если мы будем делать все только так как делали наши родители разве мы далеко уйдем еда из кактуса небезосвестно что родина картофеля помидоров кукурузы Америка и пока эти продукты не привезли в Европу первооткрыватели этого континента никто об их существовании не знал коренные жители Америки индейцы питались не только дичью кукурузы картофелем но и кактусами вы все слышали про текилу мексиканскую водку она изготавливается из сердцевины кактуса голубая агава корни некоторых агав используют в медицине из них делают гормональные препараты кортизон и прогестерон из сахаристого сока агавы темно-зеленые делают сироп в американских супермаркетах продается этот сироп и американцы мои дети в том числе едят с его салатами и пафлями кактус опунца в США не просто украшение жарких штатов из него готовят экзотические блюда жареный кактус и салат из кактуса вареный кактус нарезают кубиками заправляют острым мексиканским соусом с мелко нарезанными помидорами луком и кориандром я эти блюда пробовала когда мы посетили город Сидона в Аризоне цветет опунца ярко с желтыми цветами покрытыми мельчайшими борсинками колючками сорвешь такой цветок и все пальцы в заносах иммиграция подобна этому кактусу издалека кажется заманчивой вполне съедобной и полезной но пока научишься быть своим среди чужих пальцы и душу изранишь я заряжаю вас на хорошее настроение и оптимизм Оксана Лесли не валяй дурака Америка прохождение на хорошее настроение и вы остались